Отдых для тела, услада для глаз. Таким девизом вполне можно было бы озаглавить состоявшийся среди обществ и учреждений социальной сферы Магнитогорского металлургического комбината конкурс на звание самой благоустроенной организации. По итогам осмотра территории, который состоялся в летний осенний период, был выявлен как абсолютный победитель, так и победители в различных номинациях. Конкурс на самую благоустроенную организацию проводится на ММК уже многие годы. На своем уровне устраивали его и в рамках дочернего общества комбинатом, управляющей компанией ММК Курорт. В конце 2015 года начинание приобрело общекомбинатовский охват. К конкурсу присоединились все общества и учреждения социальной сферы ОАО ММК. По итогам осмотра территории и заполнения оценочной шкалы были выявлены победители. Абсолютным стал санаторий металлург, расположенный в городе Ясентуки. За последние годы он просто превратился уже в жемчужину кавказских минеральных вод. Вот серьезнейшее внимание уделяется ремонту номерного фонда и фасадов зданий для того, чтобы они выглядели достойно. Ну и если говорить о территории, ну наверное совершенно заслуженно можно сказать, что практически каждый год у нас санаторий побеждает, потому что территория там просто сказка. Остальные победители распределились по номинациям. В категории «Отдых» лучшим был признан санаторий юбилейный. В номинации «Спорт» – спортклуб «Металлург Магнитогорск». Лучшим оздоровительно-образовательным учреждением стал Дворец культуры металлургов имени Сергор Джаникидзе. Лучшим отелем стала гостиница «Лагуна», расположенная в аквапарке. А в номинации «Маленькая страна» победу достоился дом отдыха Абзакова. Достаточно интересные решения они нашли, то есть они в районе детских площадок делали там маленькие деревни из гномов, используя подручные материалы. Интересное очень решение, достаточно популярное было среди отдыхающих, поэтому вот именно в этой номинации Абзакова у нас как раз таки и победила. Заметим, что территория промышленной площадки металлургического комбината является отличным примером по содержанию и благоустройству как для других промышленных предприятий, так и для муниципальных организаций. Не менее важно благоустройство и в социальной сфере. Территория – это один из основных привлекающих факторов, поэтому, конечно, чем она привлекательнее, чем комфортнее для нахождения, тем больше вероятность того, что люди к нам приедут и получат удовольствие от пребывания на нашей территории. Станислав Юдин, Влад Набиев, телекомпания ТВИН.